С виду обычный офицер спецназа. На деле русский ниндзя. Илья Рыдаев, краповый берет, сотрудник ураганом в Синроссии по Ивановской области, а теперь еще и финалист федерального телепроекта «Русский ниндзя. Второй сезон». Попав на кастинг, Илья обошел почти тысячу соперников. Понравился продюсерам и стал частью игры. Эмоции, конечно, зашкаливали в тот момент, когда я выступал. Было очень здорово в плане того, что очень много участников было, и все были заряжены. И поддержка такая эмоциональная была каждого участника. Скорее всего, там борьба была не с участниками, а борьба с самим собой и с элементами, которые тебе предстояло пройти на данный момент. И это было, конечно, восторг. Проект «Русский ниндзя» – аналог культового зарубежного формата, где сильные телом и духом преодолевают полосу препятствий, которые усложняются от этапа к этапу. Участники – экстремалы и в подавляющем большинстве профессиональные спортсмены. На старте город Иваново. Город не только невест, но и настоящих суровых мужчин. Краповые береты просто так не даются. Да, действительно, краповые береты, мне кажется. Что может быть после этого нового на полосе препятствий «Русский ниндзя»? Хотя нет, я уверен, что мы Илью удивим. И может быть, Илья удивит нас, нашу полосу, и выйдет в финал «Русского ниндзя». Я думаю, что такие люди уж точно нам нужны. Такие кадры. Вот это скорость. Первый элемент группы где-то на координацию движения, где-то на скорость, где-то на цепкость. И это все постепенно забивалось, включая всего приплечья и заканчивая пальцами. Здорово и грамотно было все сделано руководителями. В «Урагане» Илья служит 11 лет. Работу свою очень любит. Каждый день изнуряет себя тренировками. В выходные тоже не отдыхает. Посвящает себя любимому хобби. Конечно же, спорту. Я всю жизнь занимаюсь легкой атлетикой. Сейчас, на данный момент, уже в течение трех лет, я занимаюсь также непосредственно, уделяю время кроссфиту и гонке с препятствиями. Выиграть в проекте не смог ни один из участников финала. Илье не удалось преодолеть испытания «Горами Дарияма». За всю историю проекта в разных странах она покорилась всего девяти экстремалам. Приз в пять миллионов рублей Илья не получил. Но не расстроился. Главную цель выполнил. Доказал себе, что на многое способен и показал пример детям, что их отец – настоящий мужчина и образец для подражания. Мария Смирнова, Антон Осип, ФРТВ, Иваново.